Партнер программы события Лицкий хлебозавод Мы используем натуральные ингредиенты и традиционные рецепты. Лицкий хлеб выпечен с любовью. Начались выпускные экзамены. Лето наступило, детство улыбнулось. В Международный день защиты детей в Лиде по традиции организовали праздник детства. Отметил день рождения Лицкому центру безопасности МЧС год. Такого школьники еще не видели. В Лиде сделал остановку специализированный автобус-тренажер Школа дорожной безопасности. Гродно столица 12-го республиканского фестиваля национальных культур. Областной центр на два дня стал праздничной площадкой. Ожидается, что фестивальные мероприятия ежедневно посетят не менее 100 тысяч человек. Наша съемочная группа находится сейчас в Гродно. Что там происходит, по телефону расскажет Ольга Купрашевич. Удивительно красочное и с восторгом встречаемое торжественное шествие представителей национальных диаспор прошло по площади Ленина в Гродно. В 21 час началось торжественное открытие 12-го республиканского фестиваля национальных культур. Впереди гала представления мастеров искусств с участием эстрадных артистов и представителей диаспор. В 23 часа ожидается еще одно красочное шоу, и это уже будет праздничный фейерверк. Эмоции всех пришедших на главное событие двухлетия удивительно искренние и только положительные. В Гродненской области введен запрет на посещение лесов в девяти районах. В списке Волковыский, Мостовский, Щучинский, Дятловский, Ивьевский, Лицкий, Ошмянский, Островецкий и Сморгонский районы. Запрет введен в связи с установившейся жаркой и сухой погодой. Запрещено заезжать в леса на личном автотранспорте и разводить костры. В том числе и в специально отведенных для этого местах. Нарушителям грозит штраф в размере до 25 базовых величин. Если такая погода сохранится, то запрет на посещение лесов может быть введен и в других районах Гродненщины. На этой неделе в субботу прямую телефонную линию в Лиде проведет заместитель председателя райисполкома Виктор Пронюк. Вопросы жителей нашего региона смогут задать ему с 9 до 12 часов по номеру 524243. В школах сегодня начались выпускные экзамены. 1 июня одни 11-ти классники проверяли свои знания по белорусскому или русскому языку, другие по математике, третьи по иностранным языкам. В этом году среднюю школу в Лиде и Лидском районе оканчивают 774 человека. В Лидском лицее номер 1 – 107 выпускников. Два года они занимались в профильных классах по пяти направлениям. Сейчас пришло время показать, чему же их научили учителя и подтвердить свои знания. Серьезно готовились к этим экзаменам. И я уверена, что каждый из них готов полностью к сдаче экзаменов, потому что огромный блок факультативных занятий, дополнительных услуг было им предоставлено. Тесное сотрудничество с нашими учителями позволило им подготовиться ко всем экзаменам. И мы надеемся, что результаты у них будут подтверждены. Каждый выпуск своеобразен по-своему. Он не похож на предыдущий. Это тоже интересные, творческие, веселые, спортивные ребята, которые у нас приносили победы в лице и с районных, и с областных, и с республиканских, интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсов, соревнований, мероприятий. Те ребята, которые хотят себя видеть в журналистике, смогли поучаствовать в областном конкурсе юных журналистов. И достаточно результативно у нас диплом второй степени. Поэтому мы старались создать условия для их разнопланового, профессионального, интеллектуального развития. И я думаю, что это получилось. И я думаю, что и ребятам запомнится обучение в лицее их становлением именно уже как взрослые личности. По белорусскому и русскому языкам 11-классники сегодня писали изложения по математике, экзаменационную работу, иностранный язык сдавали устно. Одним ребятам нужно было время, чтобы сосредоточиться и вспомнить, чему учили педагоги. Другие справлялись с заданиями быстро. Я считаю, что наши ученики хорошо подготовились к выпускным экзаменам. Сегодня мы сдавали первый экзамен, это английский язык. Ну, лично наш класс сдавал английский язык. Конечно, было очень волнительно, все переживали. Ну, я зашла тоже с таким волнением, вытянула билет. Сначала паника, но потом собралась, все написала, вышла и рассказала. Я считаю, что я рассказала хорошо, потому что, ну, подготовились мы к английскому достойно, мы учили каждый билет, и у нас хорошие числя. Конечно, первый раз всегда сложно, но я считаю, что мы не зря готовились два года к сдаче выпускных экзаменов, и я считаю, что я очень хорошо сдал первый свой экзамен по математике, но большинство ребят очень сильно, конечно, волнуются, но я считаю, что лицеи сделаны для того, чтобы мы подготовились как можно лучше, и я считаю, что мы с этим справимся. Выпускные экзамены у 11-ти классников личины завершатся 8 июня. На следующий день в регионе пройдут выпускные вечера. И еще о жизни лицкого лицея номер один. Он объявляет прием учащихся в 10-е классы на 2018-19 учебный год по следующим профилям. Физико-математический, химико-биологический, экономический, филологический и гуманитарный. Дополнительную информацию можно получить по телефону 65 29 83 и 65 29 85 или на сайте лицея. В Международный день защиты детей в Лиде по традиции организовали праздник детства. Эпицентром главных его мероприятий стал городской парк. В течение дня там звучала музыка, работали различные площадки и аттракционы, были организованы мастер-классы. И если в первой половине дня мероприятия в основном были рассчитаны на ребят помладше, то после обеда здесь от души повеселились те, кто постарше. Смех, улыбки и счастливые детские лица. Для ребят, пришедших сегодня в городской парк, первый день лета стал настоящим праздником. Они пели, танцевали, рисовали и мастерили, участвовали в конкурсах, познавательных играх и викторинах, проявляя смекалку, быстроту реакции и внимательность. Педагоги постарались, чтобы мальчишкам и девчонкам было весело и интересно, а в награду получили от ребят массу положительных отзывов. Мы учили много песен, мы готовились постоянно, ждали, пока наступят каникулы, и в школе давно уже хотели посвятиться на день. Сегодня было очень много представлений, много чего всего продавали, и мне больше всего понравился лазертак. Почему? Потому что здесь надо работать в команде. Нам очень понравилось мероприятие, то, что мы можем потрогать животных. Очень нравится это всё. Мне нравятся очень животные. Зооуголок организовал в городском парке район экологический центр детей и молодёжи. Здесь можно было увидеть морскую свинку, шиншиллу, хомячков и даже мадагаскарских тараканов. Всех их можно было потрогать, а если уж кто-то очень пригляднётся, даже купить. Наш экологический центр сегодня представляет очень богатую, насыщенную программу, чему мы очень рады, потому что нас посетило сегодня очень-очень большое количество детей. Особо запомнилось и понравилось деткам в нашем контактном зоопарке. Они познакомились там с такими животными, как песчанка, шиншилла. Также на нашей зоне детки смогли поучаствовать в различных экспериментах и фокусах. Так как с этого года у нас работало объединение по интересам юные экспериментаторы, ждём и приглашаем всех деток в наш центр. Те ребята, которые любят мастерить и экспериментировать, интересно провели время в специальных зонах, отведённых под интерактивные мастер-классы. Их учили ставить опыт и плести из соломки, делать украшения из бисера, бумаги и кожи, плести из нити и замешивать тесто для поделок. Делаю картину лета. Правильно, что прикольно получается. Мне интересно здесь лепить фигурки всякие, например, фугнику, ананас, ну и так далее. У нас здесь проходит мастер-класс. Вот вы видите название «Витамины лета» и «Цветочная поляна». Наши детки готовят такие вот небольшие открыточки, воспоминания или напоминания о лете. Обыкновенный картон для альбома, мы его декорируем с помощью разных шаблонов и краски, а потом они, естественно, вырезают разные формочки и раскрашивают, и мы их наклеиваем. Получаются вот такие вот открыточки. Пока ребята развлекались, в центре парка на импровизированной сцене друг друга сменяли театрализованные представления, музыкальные программы и танцевальные постановки. Сегодня окунулись в атмосферу детского праздника и взрослые. Они подпевали детские песни, восхищались талантами ребят и с интересом наблюдали за всем, что происходит на тематических площадках. Мы пришли на праздник детства. Как раз наша тренировка по карате как раз проходит в парке, поэтому у меня двое старших занимаются, и вот с младшей тут заодно гуляем. Ну, праздник детства, праздник детей, поэтому, конечно, нужно, чтобы они сегодня радовались и весь день для них. Мы пришли с ребенком, с девочкой, старшей, на праздник, с ее классом. Оделись национальные костюмы. Мы любим Беларусь и любим такие праздники. Развлечения по душе нашли сегодня в городском парке даже самые активные непоседы. Одни принимали участие в спортивных состязаниях и проверяли себя на внимание, быстроту и ловкость. Другие стали участниками зрелищного представления, подготовленного лидскими спасателями. Вместе они тушили пожар и изучали аварийно-спасательную технику. Также сегодня в Лидзе были организованы показательные выступления любителей боевых искусств, объединения по интересам картинга и кинологической службы лидского погранотряда. Могли ребята и запечатлеть свое присутствие на празднике детства, например, сделав селфи с известными и полюбившимися героями сказок. Как сегодня получилось, что вы в таких костюмах, что вы для деток приготовили? Детям очень нравится именно эти персонажи, Буратино и Мальвина, и мы решили сделать им подарок, такой нарядиться в качестве этих героев. Детям очень нравится, они подходят, фотографируются и улыбаются. Они счастливы. С праздником вас, ребята! Ярмарки продажи, фотозоны, аттракционы и торговые точки стали дополнением к основным мероприятиям праздника детства в Лиде. Благотворительная акция «Дорога и добра», приуроченная к Международному дню защиты детей, уже третий год проходит в Лидском детском саду номер 16. Это дошкольное учреждение специализированное. Здесь воспитываются дети с нарушениями зрения. Сегодня шесть его групп посещают 67 малышей в возрасте от 2 до 6 лет. В этом году ребят поздравил с праздником начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Андрей Мимиш и руководитель Лидской районной организации общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» Ирина Лысковская. Сладкие подарки им вручили представители Лидских пищевых концентратов. Работники же Круповского дома культуры подготовили для детей концертную программу. Клоуны, мимы, воздушные шары. Все это вызвало восторг и неподдельные эмоции у воспитанников детского сада. В Лидском районе насчитывается порядка 500 детей-инвалидов. То есть это значительное количество. Особое внимание, естественно, мы должны уделять этому людям. Не только потому, что это дети-инвалиды, а в первую очередь потому, что детство бывает всего один раз в жизни. Поэтому мы, как взрослые, уже вспоминаем о том, что детство прошло, и должны все свои недоработки в детстве, все ошибки, что мы не смогли сделать, что мы хотели сделать, мы должны в первую очередь сейчас это все повернуть к нашим детям и уделить им особое пристальное внимание. Обучение безопасности через ИГРО. Год назад, 1 июня, в Лиде был торжественно открыт первый в Гродненской области центр безопасности МЧС. За это время ни у кого не возникло сомнения, нужен ли был такой объект. День рождения без традиционного торта со свечами, а с огнетушителями, планшетами дополненной реальности и манекенами первой помощи. Таким был первый день рождения Лидского центра безопасности МЧС. Центр безопасности МЧС открылся в Лиде 1 июня прошлого года. День был выбран не случайно. Первый день лета – это международный день защиты детей, а новое учреждение рассчитано именно на защиту мальчишек и девчонок, точнее обучение их поведению в чрезвычайной ситуации. Решение открытия было правильным, говорят сегодня лицкие спасатели. Ведь дети с малых лет должны знать, как сберечь свою и чужую жизнь. С момента открытия центра здесь прошло обучение уже более 15 тысяч человек, включая взрослых. Посещают наш центр все районы области, приезжают с других областей делегаций и даже с других республик. Центр пользуется большой популярностью, взрослые дети восхищаются при проведении занятий. За год проведена очень большая работа. Значит, открыта дополнительная площадка, называется она «Дополненная реальность» по правилам пожарной безопасности в жилище, где посредством планшета и дополненной реальности дети и взрослые ищут нарушения в своем доме. Первый год показал очень большой объем работы, опыта. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Будем совершенствовать свои площадки, укреплять материально-техническую базу и наращивать объемы по привлечению молодежи, учащихся в учреждении образования, не только общего, среднего, но и дошкольного, и продолжать работу в таких же темпах. Лицкий центр безопасности МЧС – это 14 залов, каждый из которых посвящен определенной теме. Юные посетители в нем не молчаливые наблюдатели, а участники происходящего. Они эвакуируются через задымленный лабиринт, пользуются огнетушителем, оказывают первую помощь пострадавшему. Узнают, что нужно делать в случае ЧП в лесу, на воде, в лифте и болоте. Практикуются в вызове спасателей. Несколько месяцев назад в центре открылась еще одна обучающая комната. С помощью планшетов дополненной реальности ребята изучают причины возникновения ЧП. Такой способ обучения, утверждают специалисты, помогает всем окунуться в реальные, чрезвычайные ситуации. Конечно, задают очень много вопросов, что касается пожарной безопасности, потому что это стоит, можно сказать, даже на первом месте. Когда они вызывают службу спасения, в нашей площадке 101, они всегда интересуются. То есть на самом деле они звонят именно нашим спасателям. Но, конечно, все у нас это специальное программное обеспечение, но это все их погружает в реальную обстановку. Также очень часто спрашивают, какими средствами домашнего обихода можно тушить пожар. Да, мы, конечно же, отвечаем. Это у нас и порошок, и соль, и то же самое полотенце кухонное. Центр безопасности МЧС функционирует в Лиде всего год. Но о нем знают не только в городе, но и во всех областях, и даже за рубежом. Несмотря на то, что в центре уже созданы все условия для обучения, в ближайших планах руководства дополнить его антикриминальным и промышленным блоком, где посетителей будут обучать использованию эскалаторов, что делать, если остался дома без взрослых, как избежать травм от ножей, ножниц и других острых предметов. Не останется без внимания и пиротехника. Необычный мастер-класс его лидским школьникам дала российская школа дорожного движения. Аналогов такой на постсоветском пространстве нет. Ведь она представляет собой автобус-тренажер. Что происходит с пассажирскими крестами в автобусе во время аварии при скорости движения автомобиля 40 км в час? Насколько далеко улетает с места непристегнутый пассажир? Как избежать паники при задымлении в салоне? Ответы на эти вопросы детские школьники получили в школе дорожного движения, которая по приглашению госавтоинспекции Гродненской области совершила путешествие из российской Москвы в белорусские города. Сидеть за партами в ней мальчишкам и девчонкам не пришлось, так как она располагается в обыкновенном, на первый взгляд, автобусе. Однако внутри этот тренажер на 23 места, оснащенный спецтехникой для создания максимального эффекта реальности происходящего при чрезвычайной ситуации на дороге. Решение было принято прежде всего в рамках проведения СКМ «Внимание детям», чтобы показать детям о необходимости пристегиваться ремнем безопасности во время движения с целью избежания каких-либо травм в случае совершения дорожного транспортного происшествия. Все дети пристегиваются ремнем безопасности, а макет не пристегивается. И в случае совершения ДТП якобы отрывается сидение в автобусе. Все дети, которые пристегиваются, не получают травмы, а макет, который не был пристегиваться в ремнем безопасности, он падает на пол и получает травмы. То есть мы детям это объясняем, и дети соглашаются с тем, что все-таки ремень безопасности может сохранить жизнь. В российской школе дорожного движения за несколько часов побывали сотни лицких школьников, и каждый покидал ее под впечатлением. Дети выходили из автобуса вдохновленными и наперебой обсуждали увиденное в нем. Ведь до сих пор о поведении в чрезвычайной ситуации на дороге они слышали только со слов родителей, педагогов и инспекторов ГАИ. А здесь своими глазами увидели все. На себе ощутили последствия ДТП и задымления в салоне автомобиля. Нам рассказывали о правилах дорожных движений, как правильно себя вести на дороге. Нас садили в кресло и застегивали ремнями. У нас сложилось такое ощущение, ощущение аварии. И рассказывали, что нужно делать во время того, когда произошел в машине пожар. Неожиданно кресла зашатались, ну, как будто бы в аварию попали. Это было очень неожиданно. Ну, мы все испугались. Восхищение автобус-тренажер вызвал не только у детей, но и у педагогов. Все они хотели иметь такой, чтобы на практике демонстрировать ребятам необходимость соблюдать требования правил дорожного движения. Тогда бы, говорят, их воспитанники уже точно не нарушили их сами и не позволяли это делать другим. Эти занятия необходимы для того, чтобы дети знали, как вести себя в конкретных ситуациях, чтобы знали вообще правила дорожного движения. Ну, и на будущее это им очень пригодится. Пока одни ребята изучали правила дорожного движения в российской школе дорожного движения, другие прогуливались по необычному городку в парке, в котором были установлены светофоры и дорожные знаки, и выставлялся спецтранспорт ГАИ. Тут же прошло театрализованное представление, темой которого стало соблюдение детьми и подростками правил дорожного движения. В день работы в Лиде Московской школы дорожного движения в городе стояла 30-ти градусная жара. А как известно, в такую погоду без кондиционера в автомобиле и медики, инспекторы ГАИ не советуют отправляться в дорогу. Чтобы не было проблем со здоровьем у детей и подростков, присоединившихся к акции ГАИ, им на помощь пришли волонтеры Красного Креста. Волонтеры Красного Креста тоже решили принять участие в данном мероприятии. По случаю такой жаркой летней уже погоды, мы решили раздавать воду детям, участникам данного мероприятия, а также взрослым, всем желающим, всем, кому сегодня жарко. Также мы раздаем информационные материалы, которые прислала нам Лидская ГАИ, о безопасном вождении велосипеда, потому что в летний период, конечно, для наших детей это основное транспортное средство. Летние каникулы только начинаются, а это значит, что в ближайшие три месяца на городских улицах станет больше детей. Родители и педагоги должны рассказать им, как вести себя на дороге, чтобы не произошла трагедия. И в этом летчанам помогла российская школа дорожного движения. Быть внимательными на дорогах призывают инспекторы ГАИ и водителей. С 25 мая по 5 июня в Беларуси проводится специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!», направленное на привлечение внимания к безопасности детей на дороге и повышение бдительности водителей. Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в дни проведения акции транспорт в светлое время суток должен двигаться с включенным ближним светом фар. Ко дню защиты детей Лидское телевидение приурочило акцию. Только 1 июня можно было оформить заказ на музыкальное поздравление для ребенка с днем рождения в программу «День варенья» со скидкой 99%. Самое главное в нашей жизни – это дети. Специально ко дню защиты детей Лидское телерадиообъединение дало возможность поздравить своих детей и внуков с днем рождения в программе «День варенья» телеканала «Лида ТВ». В будущем мы планируем еще проводить различные акции. Смотрите телеканал «Лида ТВ», слушайте радио «Лидер ФМ» и «Твое радио», а также приходите к нам в отдел и заказывайте музыкальные поздравления и радуйте своих родных и близких. Акция Лидского телевидения, организованная ко дню защиты детей, оказалась востребованной. За день было принято более сотни заявок на музыкальное поздравление в программу «День варенья». Ну, конечно, особенно для дедушек и бабушек. Это очень хорошая акция, естественно, само собой разумеется. Знаете, проще так и легче. Ну, родственники заказала. Ну, поздравить с пятилетиями. В конце выпуска спортивная информация. Учащиеся Лидской из Дюшор Лакокраска Ангелина Лысковская и Валерия Поперина завоевали бронзовые медали на чемпионате Европы по академической гребле среди юниоров. Они выступили в классе 8+, в составе сборной Беларуси. Дистанцию в 2 километра белорусская команда прошла за 7-0-1. С таким результатом она пропустила вперед лишь команды Чехии и Румынии. Был отбор через весенние игрочения, были весной, происходили. Готовились мы к этому целый год, начиная с сентября. Это были отборочные соревнования на Европу. Отбирались мы в двойках и было много конкуренции. Тогда мы заехали третьей тоже. Девочки, которые заехали первые, они в двойки гонялись, а мы попали в состав восьмерки. Вместе с нами в составе восьмерки сидели 6 девочек из Гомеля и рулевая из Мозыря. Достаточно сильные были румыны, которые попали к нам в заезд. Были сильные чехи. И получается полуфинал нам дался намного легче, чем финал, потому что в полуфинале мы заехали вторыми. И мы надеялись, что мы заедем вторыми также и в финале, но чехи, которые пришли в полуфинале третьей, показали более высший результат в финале. И пришли они первыми, а румыны приехали вторыми. Первая тысяча нам далась достаточно легко. Мы держали время первое. Мы шли впереди, где-то опережали на секунду. Это точно вторую лодку. Но 1500 уже стало сложнее. Также у нас не повезло с погодой, потому что у нас был встречник, нам было тяжело идти. У нас было время хуже, чем в полуфинале. Ну, так же, как и у всех, потому что замедлялась лодка. Но у нас было преимущество, так как у нас было в экипаже, все девочки очень худенькие и легкие, поэтому лодка шла намного легче, потому что у остальных экипажей было девочки покрупнее, и было им тяжелее толкать лодку. Ангелина Лысковская тренирует и Адвига Бубновская, и Валерию Поперину, и Инна Чижик. И тренеры, и руководство спортивной школы были уверены в своих подопечных и рассчитывали только на медальное выступление. По результатам прошлого года мы были уверены, что девочки отберутся на чемпионат Европы. Они показали, в прошлый год все время по призам проехали на Республике Беларусь. Первые старты, которые прошли у нас в апреле, доказали то, что они сильные. Они были предварительным, выиграли в основном финале третье. То есть это попадание в основной состав на чемпионат Европы. После полуфиналов, просмотрев их результаты в полуфиналах во Франции, мы посмотрели, они прошли вторыми. Но основной финал, когда попали в основной финал, это третье. Мы ожидали от них, конечно, медаль, и это как бы было запрогнозировано заранее, что успех у девочек будет. Какие старты впереди? Следующий старт у них, это основной будет отбор на чемпионат мира, который пройдет у нас уже в Чехии, в Рачице, в августе месяце. Туда мы отправляем еще четыре экипажа ребят, которые на предварительных в апреле стартах тоже доказали свое место. Они были вторее, третье. Но так как повезли одну лодку, то ребята наши не попали на чемпионат Европы. Хотя ребята были сильны. И они показали, что шесть человек, вот первый кубок, который прошел в Беларуси, шесть человек у нас выполнили норматив мастера спорта. Это колоссальный успех для нашей школы, конечно. В субботу внимание болельщиков Летельмаша, да и не только их, будет приковано к его третьей финальной игре чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги с ВРЗ. После двух матчей золотой серии плей-офф наша команда ведет 2-0. Если завтра в Гомеле ей удастся взять верх над соперником, это сражение станет последним в финальном противостоянии. Удачи Летельмашу, удачи его болельщикам. У меня сегодня все. Всех, ребят, с праздником, с Международным днем защиты детей. До свидания. Партнер программы события Лицкий хлебозавод Испокон веков хлеб считался проявлением мудрости народной, красоты и здоровья. Сегодня Лицкий хлебозавод радует вас свежим и румяным хлебом, ароматной выпечкой, необычайно вкусными тортами. Мы заботимся о качестве своей продукции, поэтому используем натуральные ингредиенты и традиционные рецепты. Лицкий хлеб выпечен с любовью.